Добро пожаловать на урок по панели управления нашего рабочего пространства в Dragonframe 4. Первое, на что мы обратим внимание, это два счетчика кадров. Один вот здесь вверху, в левом углу, который показывает количество кадров. И второй вот здесь внизу, который показывает нам номер кадра, на который мы смотрим в окне анимации. Это у нас окно анимации. Если я буду переключать кадры моей анимации с пульта, вы увидите, что номера кадров меняются на нижнем счетчике, но не на верхнем. Это потому, что номер вверху говорит нам о том, что мы только собираемся снять сейчас кадр номер 9. Сейчас мы видим режим Live View. Вот это, я даже могу поставить руку свою. Когда мы видим красную границу, это значит, что мы в режиме Live View. Если синяя граница, то значит, что наша камера не подключена. Ну и если нет границы, то это значит, что мы в режиме просмотра отснятых кадров. И когда я перемещаю курсор, вы увидите эту панель. Эта плавающая панель инструментов имеет все элементы управления для окна анимации. Здесь есть руководство по композиции, слои для рисования. И в этой версии программы вы можете добавить даже более одного слоя для рисования. Также и здесь есть информация по трекингу, слои мультимедиа, или стоп-кадры, или другие видеореференсы и так далее. Также есть элемент управления, который называется Live View Magnification. Это крутой инструмент, так как вы можете снимать до трех отдельных увеличенных областей в качестве видеореференсов. Так что, если у вас какой-то маленький объект есть, например, если я кликну здесь, и мне нужно, чтобы вот эта область была моим видеослоем. Также здесь есть уровни видео. Здесь можно регулировать видео уровни, но это никак не влияет на ваше окончательное изображение, а вот просто вы видите их на экране. Так что, есть много всяких разных классных функций, вы можете закрыть эту панель. Так как же мы управляем кадрами в окне анимации? Здесь есть несколько интересных вещей. Здесь у нас есть ползунок масштабирования, чтобы просто увеличить размер изображения. Кроме того, у нас есть несколько элементов управления слева, чтобы повернуть изображение или перевернуть его вверх ногами. Это полезно, если вы снимаете с перевернутой камерой, что очень часто случается при съемке стоп-мошен анимации. Также здесь есть разметки для ТВ-формата, различные сетки, другие маркеры, которые можно добавить при съемке. Есть соотношение сторон, видите, вот есть включить-выключить. Также можно регулировать видимость этой маски больше и меньше. Слайдер Onion Skin, или калька еще называют, работает так же, как и в предыдущей версии. Так, сейчас я кое-что поменяю. Если вы подвинете ползунок вперед, вы увидите Live View поверх последнего кадра. А если вы пролистаете несколько кадров назад и передвинете ползунок влево, то вы увидите Live поверх предыдущего кадра. Мы перенесли панель управления Onion Skin вот сюда, вот это маленькое меню. Еще одна очень полезная функция – это режим негатива. Так что, если я хочу совместить кадры с включенным режимом негатива, это, скорее всего, будет сделать немного легче, чем в режиме Onion Skin. Как будто все делает таким черным, и я попробую попасть прям один в один. Вот этот кубик тоже попробую попасть. Ну, вот что-то типа того. Так что режим негатива пригодится, особенно если вы задели камеру или штатив, или что-то такое. В Dragon Frame 4 мы всегда можем воспроизводить с разным фреймрейтом. Но теперь, когда вы переключаете частоту кадров, вы можете установить ее и на 12, и на 24. То есть, если я переключу на 24, появится вот эта желтая линия. И вот эта анимация на 24, а вот на 12. И 12 – это значение системы по умолчанию. Давайте я покажу вам, что произойдет, если я перейду на 24 и хочу изменить базовую частоту кадров сцены. И вот эта здесь маленькая кнопка открывает настройки сцены. Также можно сюда зайти в настройках сцены. И в общих настройках есть частота кадров для проекта. Поэтому хорошо установить значение 12, чтобы ваши звуковые дорожки воспроизводились с правильной скоростью. Так что, если я вижу вот этот вот желтый квадратик, то система мне говорит, «Эй, ты воспроизводишь видео с неправильными настройками». Так что в Dragon Frame 2 и 3 экспозиционный лист был вот здесь справа. Вы можете открыть его, нажав на вот эту иконку внизу. Или вот эту кнопочку в правом верхнем углу. И вот эта кнопочка здесь в правом углу, которая выглядит как слои друг на другом. Слои теперь находятся здесь прямо за экспозиционным листом. И слои имеют все те же настройки, что и на плавающей панели инструментов. Но они расположены немного проще, сверху вниз, чтобы вы могли видеть все сразу. Здесь композиционные слои, слои для рисования, медиа-слои. Их можно добавлять вот этой кнопочкой «плюс». Если вам нужно добавить какой-то слой. И вы кликаете на вот эту иконку слева. Она включает и выключает видимость слоя. И каждый слой имеет свой слайдер прозрачности. Таким образом, все элементы управления здесь такие же, как и на плавающей панели управления. Но вы заметите, что панель инструментов не появляется, когда слои включены. Так что если я скрою все слои, то появится плавающая панель. В нижней части экрана мы можем открыть область редактирования. Здесь мы можем добавлять наши кадры. Вот здесь уже некоторые кадры, которые мы сняли. И мы сделаем еще один урок, показывающий все элементы управления областью редактирования. Здесь также есть кнопочка «конформ», которая упорядочивает ваши кадры на диске. А также есть корзины для удаления. Поэтому если вы удалили кадры, они будут отображаться в этой корзине. Вы просто можете открыть ее, нажав на вот эту вот кнопочку. Ну и если хотите закрыть эту панель, то просто нажмите на вот эту иконку здесь. На этом пока все. Надеюсь, вы продолжите смотреть обучающие материалы, чтобы изучить все элементы управления.